Здравствуйте, приветствую всех. Очень важным решением в жизни человека является выбор карьеры. И именно карьера чаще всего определяет тот образ жизни, который мы ведем. И часто мы путаем понятие работы и карьера. Карьера, точнее работа, это та профессия, для которой нужно долго учиться в институте, в университете или под руководством какого-то мастера для того, чтобы приобрести ремесло. А карьера это то, чем мы занимались несколько лет до того и то, чем мы будем заниматься в будущем. То есть работа это то, чем мы занимаемся сегодня, а карьера это то, чем мы будем заниматься завтра и то, чем мы будем заниматься в будущем. Поэтому, когда мы говорим о карьере, это значит, что мы смотрим в будущее. А когда мы смотрим в будущее, это означает, что все, что вы делаете, имеет значение. Все решения, которые вы принимаете, нужно обдумывать и желательно, чтобы они были правильными. Каждый следующий шаг важно тоже продумывать и важно о нем помнить, когда вы что-то делаете. Важно принимать хорошие решения и работа будет кормить вас сегодня, а карьера будет кормить вас и вашу семью в будущем. Если мы говорим про будущее, то давайте заглянем немножко вперед и посмотрим, какие же тренды будут определять направление профессии, которые возникнут через буквально несколько лет. Сейчас на Западе происходят так называемые ярмарки учебных заведений, где абитуриентам рассказывают о том, какие профессии, какие направления в профессиях будут востребованы через несколько лет. Мы все видим, что искусственный интеллект и автоматизация забирают все больше и больше тех профессий, которые были нам знакомы. И если раньше страны делали ставку на то, что у них есть много дешевой рабочей силы, то сейчас эти страны столкнулись с проблемой, когда эту рабочую, дешевую рабочую силу нужно куда-то трудоустроить, потому что мест для них нет, все делают роботы. И поэтому важным направлением, которое возникнет и в котором будут заняты люди очень образованные, обладающие комплексным системным мышлением, это так называемые профессии, которые будут находиться на стыке искусственного интеллекта и мира людей. Это те профессии, которые позволят использовать вот эти высочайшие когнитивные способности человека и то, что могут дать нам машины, и также позволят управлять развитием этого искусственного интеллекта и минимизировать риски. Для этого нужно обладать очень сильными когнитивными способностями. Но также остается еще профессии из разряда мир людей для людей. Огромное направление в нем будет занимать такое, скажем, течение ухода за пожилыми людьми. На Западе сейчас появился такой большой тренд, когда, точнее тренд, а статистика того, что подгузники для пожилых людей сейчас значительно превышают объем подгузников, которые для младенцев. Потому что мы видим, что общество стремительно стареет, что продолжительность жизни увеличивается, и уход за пожилыми людьми не только медицинский, но и в плане какого-то интертеймента, организации каких-то развлечений для них, для образования финансового в том числе, будет очень сильно востребован. Потому что мы все тоже видим, что пенсионные системы во всем мире уже не справляются с тем потоком, который требуется обслужить, и поэтому это направление будет очень сильным. И люди там потребуются эмпатичные, заботливые и те, которые готовы будут работать со стариками. Что же делать остальным? И каким образом будет развиваться карьера у других людей, которые не очень хорошо ориентируются в мире машин, которые не очень хотят идти в геронтологию, ухаживать за стариками? Каким образом строить карьеру им? А вот здесь на помощь нам приходит так называемый старителлинг. И это не про то, что всем важно, что нужно стать сценаристами, да, или каким-то контент-мейкерами. Нет, речь не про это. А про то, что для того, чтобы построить карьеру в любой другой области, вам нужно научиться рассказывать историю. Мы уже сейчас видим, что бизнесмен, политик, любой человек, который хочет добиться успеха, он в каком-то мере становится документалистом. Он должен рассказывать о том, что происходит в жизни, вести какие-то репортажи в соцсетях для того, чтобы о нем узнали и для того, чтобы он мог поделиться какими-то смыслами с большим количеством людей. Он должен быть философом, он должен быть где-то даже рок-звездой, для того, чтобы мир его узнал и для того, чтобы достичь там какого-то успеха. И вот это искусство рассказывать истории, оно будет важно всем. И тем более оно понадобится тем людям, которые захотят достичь карьерного успеха. Обычно как происходит, когда мы говорим про карьеру? Что мы делаем? Мы пишем резюме, где перечисляем все свои достижения. Мы думаем, какая работа мечты нас бы заинтересовала, что было бы нам интересно. Мы смотрим, мы ищем вакансии, мы проходим собеседование, рассказываем историю о себе, получаем заветный оффер. И после этого работа над карьерой, в принципе, где-то останавливается. Потому что, когда задаешь вопрос, а что дальше, очень часто мои клиенты отвечают, ну, как-нибудь сам размерусь, инстинкты помогут, да что я первая на работу устраиваюсь, главное попасть в хорошее место. А дальше все пойдет по накатанной. И так вот, человек приходит в офис, инстинкты не помогают. Привычные модели поведения не срабатывают. Появляются странные неадекватные коллеги, непонятный руководитель со своими какими-то правилами. Появляется огромное количество рутинных задач, которые нужно выполнять и которые мешают забрать на себя интересные задачи, те задачи, которые хотелось бы делать, и тот функционал, который был бы интересен. И на это уходит параллель. После этого человек поднимает голову, смотрит по сторонам и видит, что те самые выскочки карьериста, о которых мы говорили в самом начале, они ушли далеко вперед. И понимает, что что-то происходит не так. Что-то не так. На то, чтобы разобраться, что же идет не так, уходит еще параллель. И человек принимает порой подчас единственное правильное решение – начать все сначала. И начинается работа над карьерой. Мы пишем резюме, ищем вакансии, проходим собеседование. Если повезет, то должность лучше. Заходим на новую работу, и все опять. Цикл повторяется. Инстинкты помогут. У меня путь от официантки, работающей на круизных лайнерах, до директора по развитию очень крупного строительного холдинга, занял 15 лет. После того, как я разобралась, как работает вся эта карьерная машина, как работают эти карьерные игры и как достигаются карьерные победы, мой карьерный путь стал стремительным. И буквально за несколько лет я сделала очень интересную карьеру, несколько очень классных передвижений. И после этого я решила, что для того, чтобы помочь людям идти по карьерному пути и к своим карьерным победам с достоинством, спокойной с результатом, я буду делиться какими-то лайфхаками, скажем так, назовем, или советами. И вот один из них, да, я говорю, что очень важно рассказывать истории. Кому-то эти истории даются просто, да, то есть язык хорошо подвешен, вообще не представляет никакой сложности что-то рассказать, да, вот пустобрех, да, часто мы называем таких людей балабол, да, ему лишь бы поболтать, лишь бы работу не работать. Очень частое явление, но почему-то эти люди делают карьер. Что же делать тем, кто классно работает, но не умеет рассказывать? Ну, во-первых, да, почему важен отчет руководителю, да, потому что хорошая работа сама себя не продаст, да, и то, что мы думаем, что если мы хорошо работаем, то нас обязательно заметят, нам обязательно скажут, молодец, иди дальше. На работе это не работает. В школе, в институте, возможно, да, наши хорошие оценки, они позволяют нам спокойно перейти на следующий уровень. На работе, к сожалению, это не происходит, потому что руководитель сам занят работой, он дает вам задания и забывает, он обращает внимание больше на ваши ошибки, нежели на результаты, да, потому что они влияют каким-то образом на бизнес-процесс и заставляют ее вмешиваться в это все. Он занят своей карьерой, и очень часто ваши результаты, которые вы делаете, и делаете классно, он присваивает себе, и это происходит чаще, чем нам хотелось. Да, поэтому если вы хотите двигаться по карьерной лестнице, вам придется правильно, научиться правильно отчитываться о своей работе. Но как же это сделать для того, чтобы это не было таким хвастовством, да, то, что мы не любим, тем, что вот не пусканием пыли в глаза. Для этого существует очень классный алгоритм, которым я как раз хочу поделиться сегодня. И аббревиатура этого алгоритма – это STAR. Да, если вы… Вот такая вот формула очень простая. Если кто из вас проходил, работал с какими-то карьерными консультантами или проходил собеседование, вы прекрасно знаете, он часто используется как раз для прохождения резюме. Расшифровывается он очень просто. Да, Situation, Task, Action, Result. Ситуация, задача, действие, результат. Да, и он позволяет очень просто, очень легко рассказать о том, что вы сделали, да, и описать ваши достижения в очень, как бы, понятной форме. Я немного модифицировала эту формулу, она выглядит ровно так же, но только вместо T, вместо Task, теперь это Trouble, то есть проблема, да, ситуация, проблема, действие, результат. Какая задача была перед вами сопоставлена? Какие проблемы возникли на пути ее достижения? Какие действия вы приняли? И каких результатов возникли? Выглядит это очень просто. Не надо действовать пространно, да, условно. Иван Иванович, вы поручили составить мне отчет о движении товаров там за прошлый год. В середине года мы поменяли ассортимент, и бухгалтерия быстро не смогла это сделать. Да, я вручную проработала, быстро сделала необходимую сводку, и вот теперь отчет, когда мы можем его обсудить. Это просто, казалось бы, ерунда. Но что дает эта формула? Ну, во-первых, она информирует руководителя о том, что вы не просто сидите, а вы делаете работу. То есть показывает вас как ответственного сотрудника. Вам поставили задачу, вы принялись за ее выполнение. Дальше она позволяет вам удовлетворить руководителю чувство контроля. Он знает о том, что происходит. Потом эта формула, этот отчет, точнее, показывает вас как человека, который умеет решать проблемы. Да, то есть перед вами возникают проблемы, вы не бежите к руководителю рассказывать о них, что-то случилось, вы умеете их решать. И где-то на подсознании вот эта история о том, что вы классно умеете решать проблемы, она остается. А также эта формула показывает вас как человека, который дает результат. У руководителя начинает возникать доверие, уважение к вам. И когда появляются задачи более высокого уровня, он тоже с удовольствием поручит их вам. И таким образом вы сможете получить тот самый более интересный функционал, которого вы хотите добивайте, который позволит вам совершить вот этот карьерный прыжок. И что важно помнить, когда вы используете эту формулу? Обязательно быть кратким. То есть не нужно уходить в дебри, рассказывать, как вы боролись с врагами, победили кучу львов. То есть вот эти длинные истории, они никому не нужны. Если руководителю нужны детали, то буквально он их спросит, вы ему дадите. Дальше, когда вы говорите о проблемах, очень важно говорить об этом безлично. Не получилось, было невозможно, что-то такое. Я не смогла, я не сделала. Потому что эта связка, она не должна быть рядом с вами. Вы не тот человек, который не смог, вы не тот человек, который не сделал. А когда вы говорите о результатах, очень важно говорить вот именно глаголами первого лица совершенного вида. Я смогла, я сделала, я добилась, я договорилась, я осуществил, я смог. Это очень важно, это очень помогает. И эта формула, на самом деле, работает не только в офисе, не только с работодателем, не только с клиентом. Она работает, в принципе, она универсально работает на всех уровнях отношений. Допустим, есть муж, есть жена, и жена отличная хозяйка. Она прекрасно готовит еду, кормит мужа каждый день. И если мы спросим мужа, да, сколько стоит вот та еда, вот тот обед, который приготовила ему жена. Обычно он скажет сумму, приблизительно равную себестоимости продукта. Да, ну мясо столько, картошка столько-то, там, рублей 200. Но, тем не менее, за ровно тот же самый обед, пойдя в ресторан, он будет готов заплатить значительно больше. Просто потому, что ресторан позиционирует себя. Есть место, есть имидж, есть история. И, условно, когда мы хотим сделать карьеру, мы должны преподносить свой результат как дорогостоящие ресторанные блюда, а не как, пусть и вкусную, но кухонную стряпню, а себя как шеф-повара, а не как кухарку. Спасибо. Спасибо.